в этот момент очень интересно слушайте до тех пор война любая война и чем большая тем лучше дает карт бланш на печатание долларов в федерализированной системы привет друзья с вами я Титан и это второе видео из серии маркет наберет в этом видео мы не только возьмем ситуацию и посмотрим на все предыдущие копирующиеся ситуации что поможет нам поставить курс рынков не только криптовалют но и рынок акций и других на год начиная уже с сегодняшнего года можем сказать так не только изучим вот этот пример но и посмотрим и сделаем аналитику всех опций которые могут повлиять на курс чтобы этот курс изменился или остался тем что мы построили для себя итак этот пример к сожалению война в которым сейчас Украина Россия две державы используя один одну страну воюют друг с другом мы в Армении тоже была война как вы знаете я скажу что самая ужасная вещь которая есть на свете эта война она ни с чем не считается к сожалению должен отметить что цитата афоризм точнее что нужно нужно зарабатывать тогда когда на улицах кровь особенно когда это твоя кровь очень к сожалению но так и есть вот тогда нужно зарабатывать сейчас вот именно та ситуация так ситуация началась война давайте посмотрим все яркие примеры война во Вьетнаме 1964 год рынок дал бип потом год пошел вверх война в заливе 1991 год рынок дал бип потом год пошел вверх война в Афганистане 2001 год 4 месяца вверх после бип потом 8 месяцев вниз война в Ираке 2003 год дип год вверх война а кризис кайнанский кризис дал бип год вверх почти два года вверх и так основываясь на предыдущих примеров рынок дает бип потом идет вверх сейчас берем все опции которые могут влиять на ситуацию основной курс после гриба делаем заметку это вверх какие опции могут повлиять на это давайте посмотрим нарастание агрессии тут очень важно фрик фарс новостные нарастания агрессии идеальное нарастание агрессии когда мы смотрим что cnn и ибс или другие или другое гално как сказать для меня это говорят что вот россия уже готовится и к использованию ядерного оружия ну это фарс это фейк и цена ноль такой агрессии потому что люди могут быть в страхе когда они читают такое но в реальности что такое будет ноль просто все понимают исход ядерной войны оправданное нарастание агрессии посмотрим что есть на данный момент бельгия получила шесть миллиардов долларов на подготовку на вооружение займ от федерализированных систем украина один миллиард там англия против говорит что мы тоже наверное войдем в войну то есть нарастание пока что идет финансовое нарастание военной мощи что плюс если мы думаем что агрессия растет будем следить за этим то есть мы будем делать плюс каждый раз в списке агрессий чтобы понимать растет ли агрессия или нет самые нормальные новости то есть когда ты берешь средства чтобы покупать станки и вот это нарастание агрессии второе что может повлиять на этот курс это повышение процентной ставки доллара то есть лидерализирует печатать доллары по высшей процентной ставке что происходит когда она меняется и почему она меняется какие рынки теряет доллар какие рынки входят в так процентная ставка сейчас наливая они уже напечатали примерно 9 триллиона долларов используя это и используя фарс другую глобальную театру как вы поставили вы поняли о чем я и так фарс это масштаб этого это медиа у которого есть дядя который платят что можно в этой медиа и что нет знаете взяла и паузу знаете в германии пред началом войны или особенно во время войны как только гитлер партия гитлера стала на пост главных они сказали что свобода слова это самое главное и приняли законы в которых нельзя было говорить это нельзя было идти против мнения правительства и мнения правящего класса но свободное слово это для нас все но нельзя говорить это понимаете что о чем я когда от youtube получаешь письмо в котором говорится знаешь к примеру ты можешь думать все что хочешь но если что ты скажешь против основной концепции и мнения америки насчет 911 и насчет ковида или других таких западных идиотизмов в таком случае тебя это свободно слово свободно ты можешь говорить все что хочешь но не в ютюбе иначе тебя просто заблокируют и удалят так что но помни свободу слова это все для нас все и так к чему я да почему я делаю так как я говорю про вот эту всемирную болезнь и так вернемся про агрессию мы поговорили процентная ставка процентная ставка держит уже 0 процентов потому что невозможно поднять процентную ставку смотрите 15 марта будет тема поднятия процентных ставок они могут но они будут поднимать мизерно помните это потому что если поднимут резко нынешняя ситуация рухлый фундамент который имеется в америке касательно финансовой системы доллара они просто убьют основу поэтому не смогут поднять как только процентные ставки поднимаются смотрите все остальное все остальные рынки они падают это очень легко объяснить двумя словами есть дорогой доллар и дешевый доллар когда доллар дорогой то все остальное к этому доллару низко стоит когда люди говорят смотри как рос рынок акций рынок акций не рос падал доллар стоимость доллар падала по сравнению с долларом рынок акций рос потому что должен дать много этих чтобы это взять а если это стоит дорого ты дашь им мало и берешь это вот это сравнение происходит сейчас если процентная ставка поднимается значит доллар становится дорогим и все остальное упадает три индексы возьмем долл джонс NASDAQ и S&P они в катастрофическом ситуации они просто в пузыре уже давно но вот то что случилось за последние два года это смертный приговор для этих рынков но вот этот смертный приговор кто бы сейчас вам не сказал что это будет сейчас или будет через несколько месяцев такой не будет такой не будет до тех пор пока то огромное количество закупок которые делает FED частично не закончат или полностью на каком-то этапе они закончат вот тогда и будет до тех пор в этот момент очень интересно слушайте до тех пор война любая война и чем большая тем лучше дает карт-бланш на печатание долларов федерализированной системы что происходит страна воюет давайте поможем стране чем мы можем помочь стране давайте дадим им деньги значит давайте печатать деньги чтобы потом давать эти деньги на то чтобы вооружиться на то чтобы своих друзей, которые на твоей стороне, отправить им тоже миллиарды миллионов долларов, чтобы они тоже вооружились. Но вот, если из рынков выходит доллар, оно теряет свою силу. Если их больше печатают, оно теряет свою силу. То есть убийство доллара, вот эта вся война, это вообще войны, это банковские войны. И эта война для Феда картона, чтобы сделать еще 10 миллионов, если не больше, 14-15 миллионов, чтобы просто купить все возможное. А война послужит поводом, чтобы сделать спринт вот этих 10, или 14, или 15 миллионов долларов. Это повод. Чем большой будет повод, тем больше мы будем печатать. Убрывая сам напечатанный актив, этим самым фантастически нарастая все рынки. Вот что будет. То есть, если вы думаете, что пик любого рынка уже есть, то есть мы в какие-то позиции сейчас не должны как-то скорректироваться. Абсолютно нет. Абсолютно нет, потому что то количество долларов, сколько будет напечатано, вот это все куда пойдет. Пойдет в руки. Не буду так долго идти по этой направлении. Вернусь. Второй пункт, первый это была агрессия, второй пункт это процентная ставка. Если процентную ставку поднимут, которые не могут делать, поднимут нитерна, это повлияет на уровень будет негативную. Но временно. Что дает война для процентной ставки? Давайте не поднимать процентную ставку, потому что нам нужно печатать стрелён долларов. Потому что, да, если не война, то мы бы сделали процентную ставку выше. Но из-за войны мы не сможем сделать процентную ставку выше. Вот что происходит. Мы чуть-чуть поднимем, это будет показуха. Ничего больше. Это для нас позитивно. Это будет влиять на курс позитивно. Немного выше процентной ставки, да, немного вот такая. Потом всё окей, да. Фрейд сдержал слово. Спасать Америку от инфляции. Да. Печатать деньги, чтобы помочь Америке. Так что процентная ставка 15 марта, посмотрим, что там будет. Третье. Это масштаб войны. А тут самое важное. масштаб войны, если изменится, это вообще будет очень плохо для нас всех. Но приугадывать изменения масштаба войны, наверное, только могут те, которые во голове очень в очень важных местах. Вот так со стороны смотреть, сказать, что война будет масштабной или нет, я не думаю. Я не знаю. Вот к этому нужно следить. Чтобы другие страны не начали воевать. Но заранее что мы можем просто добавить в свой список туда или сюда, позитивно или негативно. Если масштаб изменится, будут еще и страны, которые подключатся к войне. В таком случае что произойдет? Да, рынки снова упадут. Но это вообще не как бонж. Это я не знаю, что это такое для Фреда или других центробанков. То есть будет напечататься огромнейшее количество капитала, денежных средств. А такое событие оно убывает полностью все денежные средства фиат деньги. И они все должны измениться. Должно пойти какая-то новая версия этих денег. А для нас это, поскольку мы имеем портфель, мы будем создавать портфель в этих новых деньгах, для нас это будет позитивно. плюс убивая фиат доллара конечно у фиат деньги и конечно здесь в рынке просто будет гипероприация у меня цены гиперподнятия цены во всех рынках. Так что посмотрим касательно масштаба посмотрим что будет. И какой у меня курс не только у меня но и какой логичный курс чтобы поставить это мы идем вверх. Будет масштаб увеличиваться у меня курс вверх. Будет процентная ставка меняться вверх доллар стать дорогим или будет это будет маленько поэтому у меня курс вверх. Фейк агрессия поднимается у меня курс вверх. Будут говорить про ядерные бомбы у меня курс вверх. Будут финансировать печатность триллионы долларов у меня курс вверх. И каждый раз когда рынок даст мне возможность купить по низкой цене акции индексы криптовалюту я буду покупать и покупать очень сильно. Потому что я понимаю курс я понимаю все опции которые могут повлиять на этот курс и я понимаю конечный итог куда этот курс меня поведет. До того когда не наступит момент когда придет нейтральная валюта. Если вы долгий подписчик моего канала вы помнили о чем я. И это время настает медленно спланированно все спланированно и замена слив спланированно и покупка всего мира с помощью нескольких банков спланированно я не доверяю тебе ты не доверяешь мне вот моя валюта вот твоя валюта ну как мы будем с тобой общаться что-то нужно в середине да как-то нужно все время да друзья я никогда не менял свое мнение касательно экзак потому что наверное 15 или больше часов в приватной группе где я детально объясняю что происходит куда входит рипл кто отправляет туда рипл xrp какие географические кто подключается какие банки топ банки во всем мире подключаются тестируют публиковать результаты тестов ну и чего то есть я не могу изменить свое мнение касательно актива который имеет ценность быть оно и есть эволюция более подробная и своевременная информация будет у меня в группе спасибо большое приятного по падении Продолжение следует...